Очень приятная новость, что я номинирован на вот этот пушистый Оскар, как его называют, Лохмат Оскар. И конкурс имеет международный статус. И очень приятно оказаться в таком статусном конкурсе, быть номинантом. Идет голосование. Первое голосование – это народное, которое уже запущено. То есть открываешь сайт, смотришь список номинантов. Я, акарендал океан, иду под 18 номером. До 17 февраля, по-моему, это народное. Отдельно будет голосование жюри. Там очень серьезные так жюри, члены жюри, которые тоже знакомятся с историями. Их очень много. То есть фактически все поступки они заслужили, заслужили признание. Молодцы. Да ты мой красава. Вот он, вот он, вот он. Зверь. Зверь. Царь зверей. Вышла статья в аргументах-фактах. И как раз вот эта статья в Айфе про симбу, про историю симбу, как мы спасали. Конечно, то, что мы видели, это не фотография, это не видео. Это ужасно. Часы, первые сутки животное получило очень много препаратов. Удалось вместе с Аэрофлотом превращать вот этот, да, пассажирский самолет. Это обычный пассажирский самолет. Такой санитарную авиацию. То есть транспортировка тяжело больного животного. Ребенка мы покормили, обработали. Он получил свою определенную дозу препаратов. И к нашему, ну, удивлению, мы увидели, что у животного просто страшенно не проходило. И было решено экстинно провести операцию. Красную операцию, которую я провел. Это, знаете, на что похоже было. Вот просто взяли вот упаковочку, там, каких-то крылышек, да, с поддоном, с целлофаном, бросали ее на 3-е. Ну, впереди были у нас тяжелые дни. Это целая комедия «Ставить уколы», потому что один танцует, второй уколы ставить. То есть мы должны были животному показать, что мы ему больно не делаем. Наоборот, мы делаем все, что ему было хорошо. И вот те чудо-чудо мы увидели прямо в Пасху. Животное сделал первые шаги за это время. Это в апреле, да, в конце марта привезли. Фактически спустя месяц мы увидели первую динамику, когда он попробовал сначала сидеть, а потом вставать. И в Пасху он сделал у нас около 19-18 шагов. Это было чудо. Это была радость. Ну, фактически я сказал, что мы перебороли все страшное. Впереди настолько хорошее дело. Осталось за малым. Решить его судьбу. А судьба его уже решена. Фактически у нас договоренность и контракт передать его другу в реабилитационный центр. Потому что это животное уже в дикую природу не вернется. Это животное только может жить с участием человека. И такой центр очень долгих поисков мы нашли. Это в Республике Танзания. Мы первооткрыватели. То есть это впервые в истории России, что именно спасенных животных от жестокости и отправляют на эстетическую родину. У нас такая негласная сеть зов волонтеров, которые раскиданы по разным городам, даже странам. Где-то мы помогаем устно, объясняя, как надо поступать. А где-то нужно уже наше участие. Ну, что касается нашей области Челябинской, давно уже, благодаря четкой работе администрации губернатора, благодаря четкой работе Министерства экологии, мы уже разработали алгоритмы. То есть любое сообщение касается диких животных, сразу у нас срабатывает вот этот алгоритм. И мы очень быстро реагируем на эти все вещи. И здесь вот, пожалуйста, результат. Это те животные, которых спасаешь, реабилитируешь, а потом выпускаешь обратно в эту же среду. Это самая главная оценка, это самый главный этап для нас. Потому что с каждой выпущенной животной ты понимаешь, что ты не зря работал и мучился. Спасибо простым людям. Спасибо бизнесу. Спасибо организациям, которые сегодня свой бизнес ведут как социально ориентированный бизнес. Вот это все говорит о миссии нашего фонда. Мы работаем для людей, спасая животных. Вот как раз сработала вот эта формула, вот этот тезис, вот эта миссия, которая сопровождает наш фонд, нас в течение десятилетий. И есть такие хорошие результаты. Спасибо всем. Продолжение следует... Продолжение следует...